Ола, амигос! Еще вчера в теме актунгов северопоточных я сказал, что не буду рассматривать теории, заговоры и т.д. Но это... Ну, друзья, кого вы слушаете? Я же блогер, а значит... Единотатная я! И пузырики балтийские начинают обрастать всякими пикантными вкусняшностями. Родослав Сикорский поблагодарил Америку. И да, я тот, конечно, еще тролль. И как-то воспринял его месседж не более чем некий сарказм. Но, почитав комментарии и осознав, что сия личность как-никак польского производства, понял, что нифига это не сарказм. Это ярко выраженный диагноз. И искренне он радуется тому, что, по его мнению, штаты повели себя как настоящий мужик. Тот, который сказал и сделал. А то, что это был саботаж на европейской земле, это мелочи. И как бы цель оправдывает средства. В то же самое время, да-да, с Муравецким, открывая Балтийский газопровод, заявили, что эпоха российского господства в газовой сфере, отмеченная вымогательствами, угрозами и шантажом, подходит к концу. Балтийский трубопровод означает свободу с сегодняшнего дня. Он станет трубопроводом независимости, безопасности и мира. Ну, хорошо, конечно, сказано, не поспоришь. Только раньше на таких мероприятиях, ну, вентиль крутили, ленточку разрезали. А чтобы так, с эффектами, ну, я хзык, конечно. Хотя новый век, новые технологии, да и люд простой, ветошью красной у экранов уже не удержишь. Зарели еще впадавая, да покрасочней. А Белый дом, как мог, подбодрил своих европейских друзей. Давайте не будем спекулировать о причинах непонятных утечек на Северном потоке. Помните, дядя Сэм ваш друг из США, готовы помочь Европе. И, видимо, имелось в виду, что даже несмотря на то, что СПГ-терминалы США работают на полную мощность, поставляя газоньку в старушку Европу в 10 раз дороже, чем было, ну, так и быть, смогут американские партнеры еще немножко поднажать. Да, цена малек, конечно, подрастет. Но разве это важно, когда речь идет о судьбах европейцев? И с ее событием также совпало с продолжающимися протестиками в Германии с требованием включения СП-2. И, как оказалось, вовсе не обязательно для разгона недовольных привлекать увешанных в броню силовиков. Да и машинки с водометами это тоже лишнее. Ну, времена сейчас не те, не до жиру водичку впустую сливать. Можно все полюбовно, без шуму сделать. Ну, точнее, с шумом. Но это уже не принципиально. Можно расходиться. Газа не будет. Трубоньку поломали. И не сметь на Шольца клеветать. Он еще с утра тестик положительный на ковиду сдал. В очередной раз доказав феноменальную результативность вакушек и бустерков. Посему был на самоизоляции и точно не при делах. И какая тут связь, я не знаю, но завтра по ящику обязательно объяснят. У меня пока идей нет. Но любая теория несостоятельна без всесторонних взглядов на проблему. И вот в сеть уже слили видео с коротким интервью двух предположительных виновников данного акта. В духе бей своих, чтоб чужие боялись. Но это, конечно, не является прямым доказательством. Посему последнее слово осталось за легким штришком от Колина Пауэлла. Ааа, с ним же не вязочка. Ну ничего, есть альтернативный кандидат. А знаете, что у меня в бидончике? Тут российский газ из российской трубы. Что ясно дает понять, что виновата в этом Россия. Ибо не нужно быть гением и даже политиком, чтобы понять, что если бы российской трубы тут не было, как следствие газа бы в ней тоже не было, то сейчас он бы не пузырился в море. А значит, во всем виновата Россия. Шах и мат. Но, с другой стороны, хотя бы съехали с заезженной темой, что во всем виноват Путин. Теперь картина представляется более развернутой. Ну да, а что мы все о грустном и грустном. Давайте о делах сердешных. И уже рассказывал я о том, как беженку со львова, украинку из Украины, приютила у себя чудесная крепкая семья в Британии. И спустя капелюсичку времени, в результате некого внутреннего недопонимания, была выставлена за дверь вместе с двумя дочерьми. Я не про украинку, я про мать его детей. Следом в газете The Sun появилось развернутое интервью, и счастья не было предела. И мужчинка в небесах летал и рассказывал, что наконец-то встретил свою любовь. Ну подумаешь, друзья, отвернулись, с работы задница началась, так как повел он себя как конченый ган... Ну нехорошо он себя повел, в общем. Зато внес свой вклад в поддержку Украины. И вот прошел еще один месяц и новый заголовок. Крыса бросает беженку. И вот Тони Гарнетт, просравший свою семью, снова один. Так как оказалось, что украинка это малек неадекватная, агрессивная и на головку чуток пришибленная. А еще бухала, после чего хватала нож и кидалась на стену. И у меня богатое воображение, я потом полночи не сполажал как слон. И роман их закончился в его день рождения, когда пришлось вызвать полицию. Ну видимо в тот день она накидалась чуть меньше обычного. И смогла сфокусироваться более удачно. Ну хоть стена осталась в этот день целой. И вот спустя 4 месяца лавстория у Тони закончилась. А разрушенная семья, изрубленные стены и несчастные дети... Ну так это же не просто так. Как там Листрас говорила? Мы не просто так страдаем. Все это ради Украины. В любом случае к таким темам нужно относиться с пониманием. Так что пожелаем парнишке попытать судьбу вновь. И все-таки найти свою любовь. Благо кандидаток в его вкусе в Британии теперь предостаточно. Может кто-нибудь и не будет так много пить. Чтобы не было двоечтений. И я в хорошем смысле этого слова повторюсь. Я против любого насилия в любых его проявлениях. Отличного дня. Пока.